Для того, чтобы приготовить еду, приходится разбирать сарай. Чтобы греться возле этой бочки, приходится вот это все старенькое разбирать, ломать и жечь. Не иначе, как энергетическим геноцидом, называют жители поселка Колобово ситуацию, в которой оказались. Александр Соколов с женой и ребенком поселились в этом доме на улице Садовой в 2015 году. Приехали с севера, где Александр работал шахтером до того момента, как попал под завал и серьезно пострадал. Работать в шахте не могу, у меня инвалидность. Третья группа – производственная травма. В шахте меня травмировало на проходке, завалило. С этого получил травму. У меня поломано все, 60% нету способности. В Колобове у Александра жила сестра. Мужчина решил поселиться поближе к ней. Тихая гавань, большой дом. Неподалеку школа для ребенка-пятиклассника. В поселке есть газ. Живи и радуйся. Но безоблачной жизнь была недолго. Весной этого года начался настоящий ад. Александр узнал, что у него задолженность за потребленное голубое топливо – 12 тысяч рублей. Пока мужчина пытался разобраться, откуда такие цифры, пришли рабочие и отключили его от газоснабжения. Долг Александр оплатил. Но снова оказался в минусе. За принудительное отключение от сетей ему выставили счет – 15 тысяч 500 рублей. Его прежний долг оказался меньше, чем стоимость услуг рабочих. Они прислали мне письмо, прислали расчет, как у них эта сумма получилась. Там калькуляцию, да. Там непонятные вообще пункты с отпускными, с премиями годовыми. В общем, непонятно, почему я должен там что-то оплачивать в таком размере в огромном. Но я считаю, что это 15 550 – это просто несоизмеримо с работами, которые они произвели, отрезав трубу и приварив заглушку. Кроме того, чтобы топливо вернулось в дом, помимо этих 15 тысяч, мужчина теперь должен оплатить услуги подключения. Не возобновление подачи, а подключение с нуля. Это еще 30 тысяч. С мая Соколовы живут без газа. А в декабре остались еще и без электричества. Так же, как говорит мужчина, из-за непонятно откуда взявшейся задолженности. Март месяц, задолженности нет, ноль, тысяча рублей выплачено. И вдруг, апрель месяц, я истатил 5500 киловатт на 23 тысячи. То есть долг я гасил постепенно, даже тот, который они нарисовали, 23 тысячи единоразово. Вот я его постепенно пытался погасить. Ну, за месяц пришли 12800, это уже, ну куда, как. Так, работал один обогревательный прибор, то есть, ну батарея, все, больше никаких обогревательных приборов у меня не было. 12 тысяч 800 рублей. В декабре на улице возле дома появились люди с подъемником. Приехали, и тут из них, кто такие подрядчики, не подрядчики, кто они такие, есть ли у них вообще разрешение, есть ли у них документы какие-то, хоть какие-то. Я этого не видел ничего. Я получил по лицу сапогом и баллончиком газовым в лицо. От содержимого баллончика у мужчины случилась аллергическая реакция и отек. Пришлось вызывать скорую. Полиция по факту нападения составила материал, как позже выяснилось, отказной. А когда приехали энергетики, они знали о том, что отключен газ. То есть, жизнь человека просто оставили в опасности. На улице декабрь месяц. Скоро предновогодние праздники. Человек вынужден жить. То есть, из Соколова Александра Игоревича делают Карбышева. Так поступали только в концлагере. Так поступали только фашисты. Ситуации с загадочными долгами за ресурсы возникали и у других жителей Колобова. Местные привыкли сначала платить, потом разбираться. Но Александр о здешних порядках не знал. Присылают мне, значит, в июне месяце квитанцию тысячи кубов. В июне месяце, когда мы в апреле, в мае уже отопление в доме отключаем. Ясное дело, на улице лето. Я поехала, значит, в абонентский отдел. Мне девушка сказала, вы знаете, у нас в Шуе было холодно, мы даже в куртках ходили. На что я ей ответила, вы можете в дубленках ходить, но у нас тепло в Колобово. И я тысячу кубов в июне не могла никак сделать. Тогда как зимой вы нажигаете? 500. Это при сильных морозах даже 500. Тогда так же мне. В почтовый ящик. Бросили бумажку, вот она у меня здесь есть. Бросили бумажку с угрозами, значит, если вы до 19 августа, 8 тысяч, они мне уже там нарисовали, если вы мне 8500 нам не уплатите, значит, мы вам имеем право приостановить, ну, то есть отключить газ. Меня так же отрезали от газа, что в ноябре 2018 года они посылали мне письмо-уведомление. Но в этом письме было написано о том, что у меня в октябре месяце кончилась поверка счетчика, что я должна приобрести новый счетчик. То есть прибор учета, что я в ноябре сделала, больше никаких писем, никаких предупреждений не было. И невзирая на то, что у меня в доме прописан 8-летний ребенок, с мая по октябрь месяц я была лишена энергетических ресурсов. Семье Соколовых, вероятнее всего, без тепла и света придется встречать и Новый год. Денег на погашение всех задолженностей, штрафов и пени нет. Помощи ждать не от кого. Как-то страшно жить становится. Если к инвалиду, к шахтеру, который приехал в Ивановскую область, с целью переехать с севера просто, и жить здесь уже местным жителем становится. Мне этого не дают ни администрации, ни газовые, электрослужбы эти все. Жить без возможности согреться и готовить еду на костре. В самом центре – одно из самых богатых природными ресурсами стран. Ресурсами, принадлежащими, по сути, народу. Гражданам страны, прощающие миллиардные долги другим государствам, в третье десятилетие 21 века приходится вступать без жизненно важных ресурсов. Что будет, когда ударят морозы, глава семьи Соколовых не знает. И по горькой иронии в этой ситуации оказался человек, который лишился здоровья, работая, чтобы другим было тепло. Наш телеканал обращается в областную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и помочь вернуть семье нормальные условия существования. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуйский район.